Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня снимаем видео по Garrett ASE Apex и хотим посмотреть показания VDI на разного рода монет. Будем тестировать медь, серебро, алюминиевую бронзу, цинковые монеты и разного рода сплавы. Снимаем в домашних условиях, поэтому чуечку понизили на три деления и частота у нас стоит, мультичастота. И снимать будем в мульточастотном режиме. Начинаем с мелкой медной монетки VKL-овская баратинка или Solid. Как видите, 78. Довольно высокое показание VDI. Теперь одна копейка Николая II. Показания VDI выше, сигнал более звонкий и сейчас попробуем на ребре. На ребре показания VDI практически не меняются. Теперь попробуем одна копейка Александра II. На ребро. Очень хороший сигнал, звонкий и высокое показание VDI. Теперь берем более крупную монету. Что это у нас? 2SOL, Франция, Людовик, 16-й, 1792-й год. Давай. Вот, кстати, показания VDI 80. Наша одна копейка Александра II была VDI более выше, хотя монета поменьше. Так, теперь берем 20 копеек, белончик, ранние советы. Очень хорошая VDI, как у медных монет. На ребро показания VDI практически не меняются. Теперь 10 копеек ранние советы. Тоже белончик. Вот VDI пониже. На ребрышко. Показания, как видите, не меняются. Но, опять же, тест мы проводим на воздухе. Может быть, в земле показания будут немножко другие. Теперь берем мелкую чешуйку и посмотрим, как Гаррет Апекс видит мелкую чешую. VDI немножко прыгает. Теперь на ребро. Цель мелкая, но видит он ее очень хорошо. Так. А теперь попробуем потестировать пражский грош. Тонкая серебряная монета, но довольно крупных размеров. VDI немного ниже, чем у чешуйки. Теперь на ребро. Даже на ребре видит ее без проблем. И сигнал довольно звонкий. Теперь ранние советы. Алюминиевая бронза 5 копеек. На ребро. Ну, все знают 5 копеек, ее размеры. VDI очень хорошее. Сигнал копаемый. Ну, а теперь потестируем на мелкой монетке. Возьмем одну копейку. VDI сразу же понизился. Но очень хороший, отчетливый сигнал. На ребре практически показания VDI не меняются. Теперь возьмем 10 копеек рамочник. И посмотрим. VDI ниже. Но сигнал уверенный. Когда ставим на ребро, начинает перескакивать на одно деление. Посмотрим, как видит прибор 1 рубль СССР юбилейный. Хороший чистый сигнал. Но VDI немножко скачет. Теперь попробуем цинковую монету. Третий рейх. 10 фенингов. Очень хороший, высокий VDI. И сигнал 100% копаемый. На ребро показания VDI практически не изменялись. И попробуем один фенинг. Очень хороший, уверенный чистый сигнал на ребро. И показания VDI не меняются практически. Ну, одно деление 66-65, это не критично. Теперь проведем тест на пуговки Царской империи. Всем известная пуговка Орлянка. Показания VDI 55-54. Но мы немножко при тестах меняем глубину, поэтому показания VDI тоже немножко меняются. И опять же пуговка Царской империи 11-й полк. Посмотрим. Сразу видно, что другой склад и показания VDI другие. Но пуговку видит очень хорошо. И теперь потестируем металлопластику. Нательный крестик. И смотрим показания VDI. 62-61 прибор видит все четко, а на ребро тоже все видит очень достойно. И теперь берем образок. Также металлопластика. И смотрим его. VDI пониже 55. На ребро. Прибор видит очень хорошо. И теперь берем колечко по Киевской Руси. Как оно правильно? Ложно-витое. Кольцо. Ложно-витое кольцо. И смотрим, как слоит его прибор. Показания VDI 46. Почти как у золотой обручалки. Сейчас на ребро прибор видит отлично. Теперь берем золотую печатку. Печатка 10 грамм. Очень крупная печатка. И посмотрим показания VDI на приборе. 66. То есть такое золото вы не пропустите никогда. И теперь беру обручалку. Обручалку также вы на пляже не пропустите. Ну и запомните, опять же, в этих сегментах могут попадаться и пивные пробки и всякий другой шмурдяк, как мы его называем. То есть могут быть гильзы, могут быть обломки алюминиевых банок. И он все будет видеть в таких же показаниях VDI. Поэтому копайте все сигналы и вы будете с находками. На этом видео заканчиваю. До новых встреч. Снимем еще видео чисто по ювелирке и потестируем на катушке Viper. Сейчас мы использовали катушку 8.5х11 Rider. До новых встреч.